Поздравить славных десантников с праздником у стелы воинской славы собрались ветераны, городские власти, анапчане и гости курорта. Ребятишки с азартом исследовали привезенные боевые орудия и военную технику. Много добрых слов прозвучало в адрес боевой элиты. Хочется еще раз поблагодарить людей и командование дивизии за то, что они воспитывают настоящих патриотов в своей родине. За то, что эти люди умеют не только защищать родину, а и в нужное время, в мирное время, помогать людям, которые нуждаются в их помощи. Еще раз хочу выразить вам слова искренней благодарности. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, здоровья, мирного неба и верных друзей. ВДВ не просто род войск. За службой в рядах десантников стоит ежедневная готовность дать отпор любому врагу, посягнувшему на нашу родину. Мы склоняем голову перед подвигом воинов-десантников. В память о павших в бою отслужили панихиду. Почти ли ушедших минутой молчания и залпом орудий. Я глубоко уверен, что девиз воздушно-десантных войск – никто, кроме нас, мы будем поддерживать и сохранять в такой же уверенности, как и раньше. С праздником, дорогие друзья! Цветочные корзины и алые гвоздики возложили в этот день ко всем памятникам и братским могилам воинов. Почетными грамотами и медалями наградили тех, кто о войне знает не понаслышке. В службе Михаил Сорокин отдал 20 лет своей жизни. Из них 17 – в воздушно-десантных войсках. Быть десантником – это значит быть настоящим мужчиной, быть защитником Отечества, выполнять все задачи, которые необходимы для защиты своей родины, своей семьи, своих родных и близких. Праздник переместился на театральную площадь. Десантники продемонстрировали публике небольшую показательную операцию по уничтожению противника. Сквозь ирудийный дым зрители с восхищением наблюдали за приемами рукопашного боя, силой и выносливостью бойцов. Место оружия в руках у бойцов гитары и микрофоны. Пронзительные песни в исполнении этих мужественных людей берут за душу. Боевое братство навек. Боевое братство на годы и дни. И от тех, кого с нами нет, сердце память мы навсегда сохранить. Глядя на них, многие мальчишки, возможно, в будущем тоже станут военными офицерами и будут защищать родину. Мы очень много делаем для того, чтобы молодежь хотя бы знала, что такое Великая Отечественная война, что такое Афганистан, что такое Чечня. И дети, я вам скажу, сейчас в последнее время начинают прислушиваться к этому. На площади развернули настоящую полевую кухню, куда сразу же выстроилась очередь желающих отведать солдатской каши. Кстати, в фонтанах в этот день в Анапе никто не купался. Как говорят десантники, настоящим мужчинам некогда заниматься глупостями. Им нужно родину защищать.